Алексей Орлов, сподвижник Екатерины II и брат знаменитого царского фаворита, был не только выдающимся военачальником, но и создателем новой породы лошадей. Но зачем этому влиятельному человеку, богачу и поклоннику цыган понадобилось вдруг заниматься столь кропотливым делом? Об этом на страницах журнала «Загадки истории» рассуждает Юлия Кравченко в номере 13 за 2014 год. В декабре 1761 года по старому стилю Петр III стал императором. Русская госпожа Помпадур Елизавета Воронцова уже примеряла на себя корону, а Екатерину ждала дорога в монастырь, так как государь давно открыто проявлял неприязнь к супруге. Однако среди русской армии, а также при дворе, бездарное решение Петра III о заключении с Пруссией мира, по которому вся территория, завоеванные кровью русских солдат, в Семилетней войне возвращались под власть Фридриха II, вызывали недовольство. Возникли группы противников, ядром которых стал Григорий Орлов. Группа заговорщиков, среди которых был его родной брат Алексей, решила возвести на престол Екатерину. Утром 28 июня Алексей вошел в спальню Екатерины и совершенно спокойным голосом произнес, пора вставать, все готово, чтобы вести вас провозгласить. Царисты со служанкой разместились в карете, запряженной самыми лучшими на то время неаполитанскими конями. Орлов же прогнал кучера и сам сел управлять лошадьми. Сперва они катились весьма резво, однако не доехав несколько верст до встречи с другими заговорщиками, загнанные кони перешли на шаг, а после вовсе стали. Положение было отчаянным, а холеные неаполитанские красавцы не могли сделать и шагу от усталости. Будущей императрице пришлось пешком идти несколько верст до ближайшей деревни, а затем на обычной телеге добираться до заставы. Несколько часов ее жизнь висела на волоске из-за того, что заграничные кони оказались недостаточно резвые и выносливые. Тогда Алексей поклялся Екатерине, что выведет свою породу лошадей, самую красивую, самую быструю, самую выносливую. Вскоре после восшествия Екатерины на престол Алексей получил графский титул «Новые земли» чин генерал-майора. Он сразу же стал заниматься разведением коней в своем подмосковном имении – остров. Служба не позволяла ему подолгу находиться в поместье, но о своем обещании он не забывал никогда. Даже в путешествии по Средиземному морю делал остановки, и когда видел приличных лошадей, то неизменно испытывал их. Если кони ему нравились – покупал, не торгуясь и отсылал в имение. Война с Турцией дала большие возможности для селекционной работы Орлова. Граф закупал, захватывал в качестве трофеев множество лошадей. Их везли в Россию огромными партиями. Однажды Паша Гасан Бэй, крупный чиновник Османской империи, отправил в Стамбул свою любимую дочь морем, а сам направился по суше. Но вскоре корабль, на котором она плыла со своими служанками, попал в плен к русским. Для турецкой девушки предстать перед мужчинами считалось большим позором. Но граф не только запретил кому-либо из военных приближаться к ней, но и сам отказался видеть ее. Орлов приказал отпустить корабль, ничего не взяв, и к тому же передал девушке перстень с изображением Екатерины, сняв со своего пальца. Это могло быть защитой и пропуском на случай нового плена. Гасан Бэй был так тронут отношением Алексея к дочери, что стал готовить ларец с драгоценностями, чтобы передать графу. Но узнав о пристрастии Орлова к лошадям, послал ему в возблагодарение более ценный подарок – великолепных арабских жеребцов в богато украшенной упряжи. Разгромив турецкий флот, лучший на то время, граф вернулся в столицу. По приезду в Петербург он получил прозвище Чесменский, орден Георгия, первой степени, 120 десятин земли в Воронежской губернии. И новый перстень в подарок, взамен утерянного. Кроме того, по велению императрицы ему доставили лучших жеребцов и маток из дворцовых конюшен. Но история Орловского рысака началась, когда турецкий султан согласился продать Орлову, возможно, не без участия паши, изумительно красивого и необычного жеребца сметанку. Так его прозвали за светло-серую окраску, за которого граф заплатил 60 тысяч серебром. Цена лошади тогда 12 рублей за обозных, 30 за драгунских, 60 за кирасерских. Это сокровище сохранное, грамотное. Везли из Турции, Венгрию, Польшу. И достиг он своего нового жилища лишь через два года. Граф перенес главный конский завод на новые дарованные земли. Алексей долго переписывался с самыми прославленными конозаводчиками и решил, что лучшая упряжная лошадь – рысак. Во-первых, коляска, запряженная рысаками, это красиво. Во-вторых, лошадь, бегущая рысью, не так уступает. А в-третьих, меньше раскачивается экипаж. Для этого нужно, чтобы кони бежали широкой, устойчивой рысью. Но таких лошадей не было. В природе лошади передвигаются шагом, мелкой рысью, галопом. Но бывают и исключения. Такие кони встречаются в любой пародии и называются иноходцами. Они двигаются шагом, а вместо рыси, где ноги ставятся попеременно, бегут иноходью. Двумя левыми, двумя правыми. Иноходь может быть как мелкая, так и широкая. Но иноходцы не могут тащить большой груз и быстро устают. Однако граф все же остановил на них свой выбор, как на основополагающих широкой рысе. В Голландии встречались кони на устойчивой рысе. Их тоже стали скрещивать с арабскими, датскими, английскими лошадями. Наконец, в 1784 году родился внук сметанки, жеребец Барс Первый. Так его назвали за окрас серый в яблоках. Он обладал всеми задуманными качествами. Красивая голова и шея, широкая грудь, прямая спина, мощные ноги, длинные гривы и хвост. Барс Первый стал родоначальником орловской рысистой породы. Но граф собирался выводить не только упряжных лошадей. Как и пообещал императрица, скаковые кони тоже увлекали его. Тем более, что большой вес орлова, около 150 килограмм, долго мог носить не каждый конь. Из Англии ему привезли балабана. Английские лошади не имели себе равных, как скакуны, хотя особой красотой и выносливостью не отличались. Но прибывший жеребец прекрасно справлялся. Это так порадовало Алексея, что он стал использовать его для выведения новой верховой породы, скрещивая с арабскими кобылами. Арабские чистокровные лошади – это древняя порода верховых коней, выведенная на территории Аравийского полуострова в IV-VII веках. В основном орлов сводил эти две породы, но иногда добавлял украинских казачьих коней. Их выделяли энергичность, крепость, высокий рост. Но главное, у них должны были работать условные рефлексы. Представителем орловских скаковых лошадей стал свирепый, который мог легко, быстро и неутомимо носить графа. Когда Александр I посетил Хреновской завод, то все кони по команде приветствовали его, встав на дыбы. Император был столь тронут, что пожелал купить себе пару лошадей, а конюху велел дать вольную. Граф относился к выведению породы не как к простому увлечению, а как к научной работе. Он первым стал сохранять скелеты знаменитых лошадей. Когда сметанка пал, стало ясно, почему у того было столь длинное и крепкое тело. У него оказалось 19 пар ребер вместо 18. Скелеты хранились до 1812 года. После войны многие были утеряны. Орлов вел подробные записи и не только вывел, но и сохранил новую породу, чего раньше в России никто не делал. Вместо неудобных экипажей, волочков, графом были созданы бековые четырехколесные дрожжки. А для зимнего бега русская санная упряжь. Испытание рысистых лошадей вначале устраивалось ради забавы по льду, рек зимой или между населенными пунктами. На беговой дорожке Москвы-реки собиралось столько народу, что лед трещал. Позднее соревнования стали проводить в определенных местах и по правилам. 1 августа 1834 года состоялся первый рысистый бег на Ходынском поле, положивший начало московскому ипподрому, от греческого хипподрома с места для бега лошади. Этот день можно считать днем рождения рысистого спорта и появлением термина «рысак». Орловские кони не имеют аналогов. Помимо рысистых бегов, они используются во всех видах спорта – верховой езде, выездке, конкуре. В жилых этих коней течет кровь самых ценных пород всему мира. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Продолжение следует... Продолжение следует...